Хочу рассказать вам про Acer Nitro 5 Вроде бы, да, версия там какая-то, какая-то На моем канале есть обзоры, можете посмотреть 52, там что-то Вот еще старый значок Большие, широкие рамочки 5 с лишним лет он на меня пахал Каждый день по часов 10, а то и больше И видео я делал, монтировал То есть нагрузка на процессор шла очень большая И он все это выдержал Игры я практически не играл Были моменты, когда подыгрывал, но очень мало Вообще не играю в них Анимации делал, 3D, 2D По часовой час, 2 часа ролики делал Там, знаете, костер горит, все такое Анимации тоже создавал Рендерался он там очень долго Тоже такие были сложные проекты по 5 часов За 5 лет все было YouTube вел 3 канала Менял термопасту несколько раз Последний раз я уже сам ее менял Видим при включенных браузерах, процессорах Тут по каждому браузере миллион вкладок В принципе держит температуру шикарно Раз в два года меняю термопасту Вентиляторы я поменял То есть тут слабые места за 5 лет Ну, они реально меня хорошо пахали Пахали, когда рендерировалось тяжелое видео Вот так Слышите, звучит, да? Вот, нагружал я ее хорошо Это час, два, три часа Было вообще три часа подряд так пахали Несколько раз, много раз Не знаю, много я проектов таких сделал И что сказать Сейчас он без зарядки работает Уже с двух часов Но поменял два вентилятора, бы шумели Я не знаю, какой шумел Я сразу два поменял Поменял батарею новую поставил Ну и все, я отдаю его Что здесь поломано, я сказал тоже клиенту Это контроллер заряда Вроде как, мне кажется Я менял две новые батареи, ставил и проверял Заряд выкабучивается Ну, он все время разный показывает Сейчас я выключу компьютер Заряд будет сто процентов Время постоит Сейчас, видите, он критический Типа, и так он уже два часа работает То показывает ноль процентов износа То сто процентов износа Хотя батарея абсолютно новая Вот, ну и она держит сейчас Поэтому я не знаю У нас такое не делают Куда-то отправлять Это геморрой для меня Поэтому, не знаю Я подумал, если купят по дешевке Я продам Сказал человеку Он сам это все сделает без проблем Там контроллер заряда С точным-то гривен стоит Перепаять У нас просто такого не делать Северный центр нужно искать Он живет в крупном городе Вот, согласился Подумал, подумал Согласился Я ему очень хорошо скинул цену Все, это такая самая серьезная поломка была И что еще здесь были поломки? Корпус почему-то трескался Он у меня пару раз, конечно Немного так падал И корпус трескался Корпус я полностью поменял То есть, что касается материала Все хорошее Все шикарное Корпус держит хорошо Если бы не упал Когда-то давно-давно То, может быть, корпус был бы и целым Хотя, ну, не знаю Пластик, есть пластик 5 лет назад Тут на пластике экономит Экономит Asus В этом отношении лучше Был Сейчас не знаю Вот Поэтому с пластиком Ну, его поменять тоже тут Не сложно И в чем преимущество этого ноута Что Здесь на задней части Вы легко достаете ОЗУ Если он у вас только на гарантии Гарантия не пропадает Вы сами можете поменять планки Тут болтик откручивается И жесткий диск Вот На новых же Асерах Там уже гарантия падает Потому что Не знаю как Nitro Я беру версию V15 То там уже Гарантия падает Если вы сами меняете В течение года Гарантия падает Вот Вот тут у нас Жесткий диск И тут у нас ОЗУшки Вот Все остальное нужно менять Вот, кстати, его требования Ему 5 лет Он себя показал за эти 5 лет Очень хорошо Планочки я поставил, кстати, новые 16 гигабайт Еще гарантия есть Гарантия 36 месяцев И новые батареи Тоже 2 года гарантия Вот так вот Можно поменять, допустим Все, что тут нужно Это сделать контроллер Заряда Во всем остальном Работает шикарно Работает тихо Если его не нагружать 32 гигабайта ОЗУ Потом 1060 GeForce На 6 гигабайт Core i7 Восьмого поколения Ну, уже Пятилетний процессор Как бы Но все равно В игрушке На средних настройках Я думаю Можно без проблем играть И работать тем более Вот Единственное, что Разобраться с электропитанием Ну и Что мне здесь не нравится Это Корпус Как бы Ну, видите Он вот так Тилипается Вот Я не знаю Вот это его Слабость Вот Я не знаю Если поменять Допустим Тут есть такие Железные штуки Да Их поставить новые Я покупал И потом решил Не менять Думаю, ладно То может это улучшится Ну, ноутбуку уже 5 лет Естественно Это все Расшатывается Об этом нужно Ну, это нужно понимать А во всем остальном В принципе Хороший ноут Не знаю Почему контроллер Загорел Ну, послужил Он мне 5 лет Он реально Рабочая лошадка Он еще столько же Проработает Просто надо быть Аккуратным С экранчиком Не знаю 800 гривен Эти штуки стоят Их легко Переставляется И Может быть Будет лучше Вот Поэтому Продаю его Намного меньше Чем купил Два раза меньше Даже больше Если не Два с половиной То есть три Но он Но он себя Отработал Поэтому Ставим Его в топочку Отдаем Перестановим Перестановим Систему И все будет Окей Вот так вот Поэтому могу советовать Я уже не брал Новую версию Асер Найтера 5 Потому что Мне надоел Его вид Внешний Он не сильно Поменялся Подсветка Осталась красная RGB мне тоже В 300 лет не нужно Беру просто С белой Минималистически И во много раз Меньше Для 15,6 дюйма Это Достаточно Большой Но И гармозкий Поэтому Асер Найтера 5 Новые модели Я Не буду брать Взял Ви-15 Обзор Ви-15 Будет Позже Всем здоровь Па-па